Добрый день! Спасибо всем, кто присоединились. Сегодня, на самом-то деле, я в какой-то степени сознательно сделал провокационное название семинара, потому что зачастую очень много манипуляций в медицине, ну, скажем, мягко различаются по своей истинной значимости, и так как лабораторная генетика – всё-таки вещь, которая новая, она мало знакомая зачастую специалистам. Я думаю, здесь, конечно, дать определённое разъяснение, но ещё раз говорю, что там на истину в последней инстанции я не претендую, но так или иначе те мнения, которые я буду сегодня излагать, они, несомненно, заслуживают внимания. Ну, во-первых, что мы хотим вообще от любого диагностической процедуры? Это может быть любая диагностика объёмная, там, ПЭТ – позитронно-эмиссионная томография, компьютерная томография, лабораторный тест. Что мы хотим? Первое. Значит, ну, самое главное, чтобы этот результат соответствовал тому, что происходит на самом-то деле. Ну, опять же, в качестве примера я могу сказать, что если обратиться к лучевой диагностике, то там для разных разновидностей заболеваний свои выборы методов – ультразвук, позитронно-эмиссионная томография, компьютерная томография, просто рентген. И если вы вместо ультразвукового анализа используете рентгеновскую диагностику, рентгеновские лучи, ну, наверное, вы можете ожидать, что результаты этого теста будут неправильными, недостоверными. Следующий момент. Всё-таки бытует такое мнение, что диагностика никому не повредишь, особенно если она не инвазивная. Ну, в этом плане самое-то главное всё-таки понимать затраты на тест, потому что все вот эти затраты – это же не нечто, живущее своей жизнью. Это затраты либо те, которые тратит государство, если эта диагностика прокрывается за счёт налогоплательщиков, ну, или даже за счёт страховки, или это те процедуры, которые выполняются по линии платных услуг, за которые платит пациент. Ну, и ещё один момент. Вот если мы видим какой-то показатель, а повлияет ли это на медицинские решения, повлияет ли это на тактику лечения, тактику обследования, в конечном счёте, повлияет ли это на судьбу больного? Ну, соответственно, совершенно очевидно, что когда мы говорим про высокую значимость теста, то это мы говорим об аналитической достоверности, то есть речь идёт о том, что мы претендуем на то, что у нас сама лабораторная процедура правильно считывает биологические характеристики опухоли, мы говорим, что у нас соотношение между затратами и обнаружением события входит в какие-то разумные рамки, ну и, наконец, самое главное, что мы говорим, что этот тест действительно важен. Существует большое количество тестов и лабораторий, которые в большей степени соответствуют вот этому слайду. Но я в интернете попытался найти графическое изображение напёрсточников и с удивлением обнаружил, что, оказывается, этот обман существовал на протяжении многих веков, и, в частности, сразу в интернете я наткнулся на картину, которая приписывается БОСКу, и где как раз изображена вот этот древний фокус или древнее мошенничество. Ну, приходится сталкиваться, что так как все современные тесты выполняются на грани возможности, то зачастую речь идёт о том, что просто лабораторная процедура выполняется неправильно. Я обязательно потом приведу вам примеры, когда массовый характер носит неправильное выполнение лабораторных процедур. Ещё одна разновидность, ну, на мой взгляд, неоправданных тестов, когда вероятность обнаружения события ничтожно малая, по-видимому, бессмысленно этот тест применять, потому что всё-таки мы должны в рамках жить вероятности. И очень часто я сталкиваюсь с ситуациями, когда приходит пациенту, у них целая папка с различными обследованиями, а толком-то, в общем-то, если брать планирование лечения, то все эти показатели, пусть они и получены, ровным счётом ничего не меняют. Ну, давайте, я, разумеется, не пытаюсь дать исчерпывающий сегодня каталог хороших тестов и плохих тестов. Я попытаюсь просто ограничиться примерами, ну, на мой взгляд, самыми важными, самыми болезненными. Ну, например, если мы говорим про современную молекулярную диагностику в онкологии, то всё-таки здесь приходится сталкиваться о том, что действительно произошла революция с точки зрения понимания природы наследственных опухолевых синдромов, и здесь, несомненно, появились совершенно востребованные тесты. То же самое касается, когда мы говорим про различные маркеры, которые позволяют правильно подбирать терапию для новообразования. Ну, опять же, если брать и другие показатели, например, посмотрите две последние строчки. Ну, буквально вчера я отвечал, не вчера, в последний рабочий день, в пятницу я отвечал на вопрос на семинаре, что, я думаю, в отношении ранней диагностики рака при помощи сирологических маркеров. Ну, по сути, это дело, это и есть жидкостная биопсия, когда мы говорим о детекции маркеров. Ну, мало кто задумывается, что на самом-то деле единственный сирологический белковый маркер, который более или менее применяется для обследования здоровых людей с целью скрининга, это простатический антиген. Да и то он анализируется в качестве меры ранней диагностики, в качестве скрининга далеко не во всех странах. Других таких примеров нет. Ну, а сплошь и рядом я вижу пациентов, которые, в общем-то, пришли в какую-то клинику, им сразу 10-15 маркеров предложили измерить с целью потенциальной ранней диагностики рака. Наследственные опухолевые синдромы. Наследственные опухолевые синдромы на самом-то деле достаточно большая проблема в онкологии, потому что речь идет о ситуациях, когда у человека унаследована мутация. Мутация-то унаследована от родителей, и за счет этого у человека фатальная предрасположенность к определенному виду рака. Ну, на самом-то деле здесь надо обратить внимание на механизм этого явления. Дело в том, что для того, чтобы появилась опухоль, то необходимо накопление нескольких мутаций в онкогенах или антионкогенах в одной и той же клетке. Это маловероятное событие, и поэтому опухоли, как правило, возникают во второй половине жизни. Если одна мутация происходит в онкогене и антионкогене, то практически всегда такое событие компенсируется. Дело в том, что в организме довольно много защитных механизмов, чтобы снизить вероятность рака. Получается, что если подобная мутация унаследована от одного из родителей, то дорожка к раку сокращается на одно событие, вместо 4-5, как минимум 3-4. Ну, понятно, что это условные довольно определения. И получается, что именно у этих людей действительно очень резко увеличен риск рака в определенных органах. Это очень частое явление. На наследственные раки приходится около 10% случаев рака молочной железы. Примерно каждый пятый случай карцинома яичника. То есть получается, что, в общем-то, на самом-то деле диагностика наследственных раков – это крайне важное мероприятие, потому что оно затрагивает довольно большое количество людей. Зачем это нужно? Ну, на самом-то деле здесь есть целый ряд, условно скажем, потребителей этого теста. Ну, в первую очередь речь идет, конечно, о пациентах. Когда мы говорим про пациентов, то сейчас на основе тестов, которые позволяют диагностировать наследственный рак, зачастую принципиально основывается выбор лечения. Так как, ну, например, БРК – ассоциированные опухоли чувствительны к препаратам Платина или ПАРП-ингибиторам, опухоли с микросателлитной нестабильностью, которые возникают при синдроме Линча, чувствительны к иммунотерапии. Есть и другие примеры. Ну и, наконец, если мы знаем, что у пациента мы выявили мутацию, то знание об этой конкретной мутации позволяет проводить осмысленное тестирование здоровых родственников. В этом плане другим компонентом является тестирование здоровых людей. Когда мы говорим о том, что мы формируем пул еще здоровых носителей мутации, мы знаем, что у них высокий риск возникновения рака в определенном органе, и за счет этого предпринимается целый ряд персонализированных мероприятий. Ну, например, в качестве примера можно сказать, что подобная диагностика у здоровых людей, она лучше всего разработана для БРК – ассоциированных опухолей, и в данном случае практикуется целый комплекс мер, направленный на раннее выявление рака молочной железы, на раннее выявление рака яичника. Помимо этого, именно в такой категории пациентов практикуется, рекомендуется задуматься о профилактической операции. Примеры лечения. Ну, в частности, посмотрите, достаточно простой пример, когда речь идет о наследственном раке молочной железы. В данной ситуации достаточно хорошую эффективность демонстрирует препарат цисплатин, производная платины. Это тот препарат, который никогда не входит ни в какие стандартные схемы лечения рака молочной железы, а в данном случае, в общем-то, он оказывает явный заметный эффект. Но вот тут начинаются определенные нюансы. Примерно 15 лет назад, когда мы стали заниматься проблемой наследственных раков, то мы обратили внимание, что для славянской популяции, для русских, украинцев, белорусов, поляков, очень характерен так называемый эффект основателя. Когда мы говорим про эффект основателя, речь идет о том, что у нации, в данном случае мы воспринимаем славянское сообщество как единую нацию, есть какой-то могучий пул прародителей, и один из предшественников привнес вот эту мутацию, и эта мутация в дальнейшем размножилась и стала характерной для пациентов этой национальности. Это было 15 лет назад колоссальное достижение, потому что выявить эту мутацию, потому что БРК-1 и БРК-2 – это огромные гены, которые достаточно сложно анализировать даже сейчас. Даже сейчас, в общем-то, тестирование БРК-1, БРК-2, оно носит ограниченный характер из-за стоимости, из-за трудоемкости теста. И поэтому, когда появилась возможность при помощи простого теста, основанного ПЦР, делать первичную сортировку пациентов, ну, по крайней мере, говорить о том, есть мутации или нет, то в плане выявления хотя бы части носителей примерно 15 лет назад это был колоссальный шаг вперед, и более того, именно подобная организация экспресс-тестирования позволила проводить нам клинические испытания типа использования цисплотина для диагностики рака, потому что ПЦР-тест, он не только дешевый, но он еще, по всему прочему, и быстрый. Ну, прошло определенное время, и, честно говоря, сейчас, сейчас, на самом-то деле, я думаю, что вот эти тесты на стандартные мутации, а не на славянские мутации, они свой позитив исчерпали, а я на самом-то деле много сталкиваюсь с побочными эффектами, ну, вот этих открытий, по сути дела, которые были сделаны 15 лет назад. Ну, мы как-то забываем, что вообще почему люди делятся на нации. Люди делятся на нации, потому что у каждой нации есть свой могучий пул прородителей, и эти основоположники нации, они внесли свой в достаточной степени случайный набор мутаций, которые, в общем-то, и персистируют в той или иной национальной группе. Мы исходим из того, что все-таки национальные группы зачастую, зачастую, они характеризуются определенным компактным проживанием, и поэтому внутринациональные браки, они чаще происходят, чем межнациональные. У нас в России действительно большая часть населения приходится на славян. Но с чем я сталкиваюсь абсолютно регулярно, практически ежедневно, это то, что наборы, которые появились, диагностические наборы, которые появились для диагностики славянских мутаций, они по ошибке применяются для диагностики наследственного рака у представителей неславянской национальности. Ну, на самом-то деле, это колоссальная ошибка, потому что она действительно игнорирует весь смысл предлагаемого теста. На самом-то деле, ошибок при диагностике наследственных раков, при лабораторной диагностике наследственных раков, очень и очень много. Ну, я уже отдельно подчеркнул, что мы говорим о том, что речь идет о том, что если тест на повторяющиеся мутации в генах БРК применяется для пациенток неславянского происхождения. Это непростительная глупость, такие тесты просто нельзя делать. Я с ужасом вижу, что даже из моей лаборатории иногда по рассеянности эти тесты выходят, потому что не обратили внимания на национальную принадлежность пациентке. Именно поэтому при направлении на подобный тест крайне важно, крайне важно учитывать национальную принадлежность того, кто обследуется. Следующий момент. Да, конечно, вот эти повторяющиеся мутации, они доминирующие. Вот они. Конечно, примерно, вот если возьмем эту мутацию, это будет почти половина случаев всех БРК дефектов у славян. Но дальше что вы делаете? Вы делаете тест на повторяющуюся мутацию. Допустим, вы получили негативный результат. Это то же самое, как будто мы ничего не делали. Это очень большое заблуждение тестировать отсутствие мутаций в результате теста на повторяющиеся мутации как истинное отсутствие мутации. На самом-то деле, на сегодняшний день тест на повторяющиеся мутации – это не более, чем метод скрининга среди больных. Это метод первичной диагностики. Для того, чтобы достоверно сказать, есть БРК мутации или нет, необходимо делать полный тест. Следующий момент, с которым я часто сталкиваюсь. Когда мы говорим о мутациях в гене БРК, это те мутации, которые, несомненно, разрушают работу генов. Как правило, попытайтесь вспомнить учебник 10 класса. Это у нас такое изменение нуклеотидной последовательности, когда происходит так называемый сдвиг рамки считывания, и у нас преждевременно останавливается считывание продукта, то есть белок не может полностью транслироваться. Как это происходит? Это происходит следующим образом. Помним, что у нас три нуклеотида кодируют одну аминокислоту. Если у вас произошла вставка вот здесь, посмотрите, вставка нуклеотида, то все, что после этой вставки, у нас само по себе триплетное чтение нарушается, у нас сама последовательность становится полной абракадаброй, и в результате нарушается считывание белка. С чем мы сталкиваемся? Если взять каждого из нас, то практически в каждом гене обнаружатся аминокислотные замены. Аминокислотные замены – это когда происходит замена одного из нуклеотидов в последовательности, и в результате у нас, условно скажем, одна аминокислота, и всего 20, меняется на другую. Эти мутации в подавляющем большинстве случаев достаточно безамидные, но для перестраховки им ставят классификацию как вариант с неясным патогенным значением. Подавляющее большинство этих мутаций нейтральные. Я многократно сталкивался с тем, что я видел, когда ко мне приходят пациентки, у которых нашли подобную аминокислотную замену, нет никаких данных, что она не активирует функцию белка, но так или иначе вот этот вариант с неясной патогенной значимостью его зачастую ошибочно рассматривают как причину заболевания. Следующий момент. Помните, я говорил про скрининг, что должно быть какое-то разумное соотношение между стоимостью и вероятностью обнаружения мутации. Ну, посмотрите, вот вероятность у нас обнаружения мутации в здоровой популяции. Одна десятая процента. Себестоимость теста на сегодняшний день, как ни считай, измеряется тысячами рублей. Там зависит все, конечно, от того, как мы делаем, от компоновки и так далее. Если взять экономическое обоснование, то получается тест, для которого получение негативного результата не имеет никакого значения. Если вы на экспресс-скрининге ничего не нашли, это ни о чем не говорит, а лишь выявление мутации с вероятностью 1 на 1000 имеет определенное значение, то получается, что этот скрининг у здоровых, он, в общем-то, его можно признать неэффективным. С чем мы сталкиваемся, и, к сожалению, эти программы зачастую не только осуществляются за счет карманов пациентов, но и поддерживаются в некоторых регионах различными представителями власти. Вот этот скрининг здоровый, в том, видим, как он проводится, он не имеет никакого смысла. Ну и, наконец, еще есть один момент. Он не указан здесь. Здесь у меня нет, я не стал, чтобы не запутывать ситуацию, приводить отдельного слайда, но еще очень популярный несколько лет назад был скрининг обычных вариаций генома, генных полиморфизмов, например, того, что не является ли вот совокупность этих малых вариаций медицински значимым событием. Нет, не является. Да, действительно, это есть такая кабинетная наука, которая показывает, что у нас вариации генома, могут немножко увеличивать риск тех или иных заболеваний. Я советую не заниматься ерундой, не делать никаких тестов. Посмотрите на себя в зеркало. Если у вас белый цвет кожи, если вы не принадлежите африканской разе, если вы любите загорать, у вас повышен риск меланомы. Если у вас вес больше обычного, у вас повышен риск молочной железы, если вы женщина, толстые кишки, независимо от пола, простаты, если вы мужчина. Ну, на самом-то деле, это куда более значимые фенотипические корреляции, не те, которые может сегодня найти генетика. Поэтому анализ подобных особенностей генома, ну, тоже вот смотрите на картинку, которая у нас вставлена выше, это и есть тонкий намек. Выбор терапии на основе молекулярных характеристик опухоли. Совершенно другое направление на самом-то деле, и здесь есть целая группа препаратов. Извините, давайте мы так сделаем, чтобы потом не перескакивать с одного тематики на другую. Если приходят вопросы, я параллельно пытаюсь их сразу фиктировать и пытаться на них отвечать. Давайте, если мы говорим про диагностику наследственных рак, я возьму паузу, чтобы прочитать вопрос, подумаю, попробую ответить. Тогда при условии многонациональной популяции и ограниченной возможности тестирования имеет ли смысл назначение лечения по умолчанию, как при БРК-плюс? Нет, не имеет. Потому что вы понимаете, что получается. У вас наследственные раки только меньшинство опухолей, меньшая часть. Да, действительно, если БРК-мутация есть, то нужно назначать либо препараты платина, либо парпингибиторы, либо наши исследования показывают метамицин, и это дает хороший результат. Но, напротив, если у вас нет БРК-мутации, то назначение все тех же препаратов, цисплатин, метамицин, парпингибиторы, будет абсолютно бесполезным. Это факт. Соответственно, задача нужно организовать как можно быстрее сделать БРК-тест. Ну, во-первых, у нас сейчас, вот так мы работаем в рамках нашей лаборатории, у нас правило, что мы любой БРК-тест, даже самый большой, стараемся давать ответ в течение 10 дней. То есть мы построили работу так, что у нас даже полное БРК-тестирование, БРК-1, БРК-2, занимает не более 10 дней, если нет никаких накладок. В принципе, согласитесь со мной, как правило, как правило, по медицинским соображениям можно подождать 10 дней, чтобы дождаться результата правильного БРК-теста. Ну, если это по каким-то причинам совсем нельзя, совсем нельзя, тогда бы я порекомендовал бы начинать лечение как БРК-негативного рака, а когда будут результаты тестирования, ну, тогда подумать, что уже можно делать, получив результаты БРК-теста. Ну, еще раз говорю, что если брать работу, как мы работаем, примерно там 3 дня уходит на курьерскую отправку, еще 10 дней уходит на получение достоверных результатов, у меня на последнем слайде будут мои контактные координаты, но до зарез надо очень быстро напишите, позвоните, может быть, попробуем уложиться не в 10 дней, а в 8 дней, но быстрее вряд ли получится, но так или иначе, мне кажется, что вот именно так надо сейчас строить диагностику. Все-таки у нас сейчас этим летом очень значительные были сделаны организационные усилия, чтобы полный БРК-тест делать быстро, и мы сейчас очень стремимся все-таки выдерживать этот ритм. Как правильно интерпретировать аминокислотные замены, чтобы избежать диагностики? Понимаете, есть единичные аминокислотные замены, которые действительно поражают функцию гена. Для БРК генов, я их помню наизусть, замены в 1695, в 1705, в 1706 кодоне, эти замены, они в литературе описаны. Я немножко не помню для замен в толстой кишке. Для гена П53, синдром Лифроумене, там практически все замены с 4 по 10 экзон рассматриваются как патогенные. Опять же, на последнем слайде я этом задержусь. Будет мой контактный телефон, будет моя электронная почта. Если у вас есть сомнения, не стесняйтесь, пишите, звоните. Я не обещаю, что мы будем реагировать онлайн, но, как правило, в течение суток-двух мы стараемся дать какие-то разъяснения. По крайней мере, на мой взгляд, это очень важные позиции, потому что, если неправильно интерпретированы аминокислотные замены, то здесь может быть и как ложноположительный, и так ложноотрицательный результат. Это очень важный тест, поэтому тут хорошо бы иметь ясность. Какова роль семейного анамнеза в тестировании наследственных мутаций? Колоссальная роль, как вы правильно собрали анамнез. Колоссальное значение имеет. Дело в том, что, понимаете, все-таки еще раз говорю, я вернусь к своим же слайдам, которые являются в какой-то степени подсказкой. Очень важно на уровне врачебного здравого смысла понимать вообще вероятность получения результата. Вы, когда посылаете пациента на анализ, вы не просто посылаете, вам важно понимать, как вы прогнозируете, какой результат вы прогнозируете получить. Ну, возьму крайние примеры. Если к вам приходит пожилая женщина, старше 70 лет, и у нее рецептор позитивный рак молочной железы, и в семье ее мамы и бабушка, даже если болели раком молочной железы, то тоже в очень преклонном возрасте, там после 75 лет, я возьму на себя смелость прогнозировать, что здесь обнаружение генов наследственного рака, коммутаций, ну, маловероятно. Я не могу сказать, что невероятно. Если славянки, я бы ограничился вот этим минимальным тестом на несколько мутаций и забыл бы об этом. Не надо ничего делать. А вот если у вас есть клинические признаки семейного рака, семейный анамнез, что мы понимаем под семейным анамнезом? Наличие таких же заболеваний, ну, например, рак молочной железояичника для молочной железояичника и рак толстой кишки или эндометрия для синдрома Линча в не очень старом возрасте. У родственников или родственниц пациента для рака молочной железы мы засчитываем только женщин. Допустим, если мутация передалась через отца, то его мы уже во внимание не принимаем, потому что здесь намного сложнее оценивать семейный анамнез. Это основание для того, чтобы назначать полноценный тест добиваться исчерпывающего тестирования. Если мы говорим про рак яичника, то здесь сам по себе обнаружение серозного или эндометриоидного рака яичника высокой степени злокачественности является основанием для того, чтобы делать полный БРК-тест. Особые формы рака, ну, например, трижды негативный рак молочной железы, обзор, отбор по гистологическим характеристикам, основание, чтобы делать тест на БРК-1, наличие билатерального рака молочной железы, первично множественных опухолей, сочетание рака молочной железы и рака яичника, или в случае, когда мы говорим про толстую кишку, наличие нескольких опухолей толстой кишки, пусть даже и последовательно. Это все мотивации для того, чтобы организовать полное тестирование. Таким образом, очень важно, чтобы именно врач на основе клинических данных все-таки как-то приоритизировал больных. Где-то можно вообще ничего не делать, где-то, если пациенты славянского или еврейского происхождения, можно назначить скрининговый тест на повторяющиеся мутации, им ограничиться, если он негативен, где-то, если у нас есть клинические признаки наследственного рака, а это половина больных с молочной железой и яичником, трижды негативный рак, молодой возраст на момент диагноза, молодой возраст, я, по-моему, забыл упомянуть, молодой возраст до 45 лет, семейный анамнез, первично множественные раки, это все основания для того, чтобы все-таки БРК-тест довести до конца. Это вообще очень важная наука, опять же, не стесняйтесь, звоните, спрашивайте, потому что, мне кажется, это все-таки принципиально, надо ли биться за окончательный тест, или в этом нет никакой необходимости в исчерпывающем обследовании. Ну, на сегодняшний день за границей страховка считает, что тест оправдан в тем случае, если 10% вероятность найти мутацию, как минимум 10%. Вот этот отбор по возрасту менее 40-45 лет или наличие родственников тоже с не очень старыми раками, или первично множественные раки, или трижды негативный рак молочной железы, или серозный рак яичника высокой степени злокачественности, это все достаточно разумные критерии отбора. Итак, выбор терапии на основе мутационных тестов. Ну, посмотрите, какой огромный слайд. Очень много сейчас появилось абсолютных, что называется, тестов, от которых действительно зависит выбор терапии. И я так могу сказать, что если вот те тесты, которые здесь есть, с указанием тех локализаций, которые здесь есть, ну, по большому счету, я бы их назвал с оговорками более или менее обязательными тестами. Правда, потом будут оточнения, что мы понимаем под словами другие опухоли, широкий спектр опухоли, вот здесь у нас будут комментарии, и опять же, они будут, в общем-то, на самом-то деле иметь отношение к вот той картинке, которую я показываю. Ну, в качестве примера, мне хочется привести пример тестов, где очень важным являются лабораторные аспекты выполнения анализа. Ну, в частности, если мы говорим о терапии антителами, антагонистами к рецептору эпидермальному фактору роста, которые, в общем-то, стали экономически доступными, сейчас практически все пациенты с раком толстой кишки, у которых есть показания, они могут получить подобный препарат. Они тестируются на наличие мутации в гене ХРАС, и по идее надо тестировать их на наличие мутации в гене БИРАВ. Тут надо понимать, что рак толстой кишки, который мы воспринимаем как единое заболевание, состоит из двух категорий. Примерно в 40% случаев активирующее событие происходит на уровне рецептора, и этот рецептор активирует гены белки РАС-РАВ, запускает пролиферативный каскад, и в результате вызывает деление клеток. Это один сценарий. Другой сценарий. Если у нас активирующее событие происходит ниже по каскаду, мутации в генах РАС или РАВ, происходит фактически то же самое, запускается абсолютно тот же каскад. Но есть принципиальная разница. Если у нас активирующее событие произошло здесь, тогда антитела КИДЖФР скорее всего окажутся эффективными, и эта эффективность будет высокой. Если мутации происходят здесь, то эти антитела не только могут оказаться неэффективными, если применять в стандартных схемах, но они могут и ускорить рост опухолей. Что мы на сегодняшний день имеем? На сегодняшний день мы имеем, что у нас регистрационные показания препаратов РБТУКС и ВИКТИБИКС подразумевают наличие возможностей для полного тестирования генов РАС и РАВ. И тогда, если тест сделан правильно, то у нас из стандартной терапии GFR антитела плюс химиотерапия или монотерапии антителами GFR исключается более 60% в случае рака толстой кишки. Тут два принципиальных момента. Первое. Все-таки вы зря не расходуете таргетные препараты, хотя они стали сейчас более доступными с экономической точки зрения. И второе. То, что самое главное, вы не рискуете, что из-за того, что вы по ошибке назначили эти же антитела пациенту с мутацией, например, с редкой мутацией, что у вас не происходит ускорение роста опухоли. Нет ядрогенного эффекта. Что мы имеем де-факто? На сегодняшний день у нас в стране зарегистрированы тесты для диагностики так называемых частых мутаций в генах рас. Эти частые мутации составляют примерно половину от всех мутаций в гене рас и RAF, которые встречаются. Вот и получается, что если вы направляете образец в стандартную лабораторию, делаете стандартный тест, это все происходит очень быстро. Стандартным тестом многие лаборатории выдают результат через три дня, потому что здесь фактически автоматизированная система. Вы улавливаете только половину мутации. В чем самый главный ужас? Если вы просто назначили по ошибке человеку и GFR-антитела с редкими мутациями, это не нейтральное событие. В результате сложных сигнальных взаимодействий у вас будет наблюдаться патологическое ускорение роста опухоли вместо остановки роста опухоли. Именно поэтому немножко тут ситуация странная, потому что если мы возьмем регистрационные документы РБТУКС и Виктибикса, то там прописано, что нужно делать полный анализ мутации в генах рас. И более того, это было одним из главных событий 6-7-летней давности, когда это редчайший случай, когда результаты исследования продемонстрировав, что и GFR-терапия ускоряет рост опухоли с рас мутациями. Эти данные Американская ассоциация клинических онкологов разрешила доложить до ежегодного конгресса АСКО, потому что это был важнейший нюанс диагностики, который драматическим образом менял подход диагностики. Ну, на сегодняшний день что мы имеем? Мы имеем, что, в общем-то, к сожалению, к сожалению, в реальной ситуации большая часть пациентов в стране получает укороченный вариант диагностики, поэтому, если к вам пришел пациент и у него написано, что у него нет частых мутаций, в общем-то, далеко не факт, что у него не пропущены какие-то редкие мутации. Ну, соответственно, на мой взгляд, вот эта как раз ситуация относится к погрешности выполнения лабораторной диагностики, потому что название процедуры, раз тестирование, выглядит одинаково, то, что выполняется эта процедура в неполном объеме, это как бы умалчивается. Другой нюанс. На сегодняшний день большинство методов детекции и мутации ориентированы на то, что вы выполняете процедуру микродиссекции, то есть вы обогащаете препарат опухолевыми клетками перед тем, как анализировать ДНК. Это достаточно трудоемкая и непростая процедура. Надо иметь морфологический блок, надо иметь стекло, которое соответствует именно этому блоку. Посмотрите, очертания одинаковые. И надо, чтобы морфолог увидел, где опухолевые клетки, выделил именно опухолевые клетки, а нормальные выполнил выделение ДНК, и уже вот этот препарат подвергать анализу. У меня есть определенное подозрение, что, честно говоря, по крайней мере некоторые лаборатории не совсем тщательно делают эту процедуру. если ее делают. Потому что несколько раз ко мне попадали больные, у которых вроде бы никаких мутаций нет. Мы делаем обычный тест на частые мутации и видим эту мутацию. Ну, там сложно мне сказать, в чем была ошибка. Ну, на мой взгляд, одна, один из вероятных, так сказать, возможностей. Либо это просто неправильно делается, молекулярно-биологическая методика, либо просто пренебрегается микродиссекция, потому что организационный этот компонент сделать довольно сложно. Ну, в общем-то, именно поэтому я могу сказать, что я всегда не очень понимаю, допустим, когда смотрю растестирование, как подобный тест можно сделать очень быстро, потому что все-таки, если мы говорим про микродиссекцию, про поправки на то, что в образце может быть небольшое количество опухолевых клеток, и на это надо делать поправки, если делать полноценный анализ всех частных мутаций, на это требуется определенное время, поэтому, в общем-то, честно говоря, тут мне представляется очень сложно уложиться в срок несколько дней, что является практикой. Зачастую нам приходится видеть, что врачи направляют на тесты, где вероятность обнаружения значимой мутации чрезвычайно мало. Ну, в качестве примера могу привести первую в истории фармкомитета США и в ДИИ регистрацию препарата по агностическим показаниям. Что такое агностическое показание, когда препарат назначается вне зависимости от того, в каком органе обнаружилась опухоль, самое важное, имеет ли она молекулярную мишень. И в качестве такой мишени выступает микросателлитная нестабильность. Ну, и вот тут есть нюансы. Да, я согласен, что при раке толстом кишки и при раке эндометрия есть определенная вероятность обнаружить микросателлитную нестабильность. Поэтому эти тесты, ну, при определенном тоже стечении обстоятельств, наверное, могут быть оправданы. Я спариваю целесообразность выполнять тест на микросателлитную нестабильность, ну, например, при раке легкого, потому что имеется огромное количество публикаций и, наконец-то, имеется наш собственный опыт. Все это свидетельствует о том, что вероятность обнаружения микросателлитной нестабильности при раке легкого намного меньше одного процента. И у меня законный вопрос, а надо ли делать такой тест без каких-то дополнительных вводных, если мы видим, что такая маленькая вероятность. Потому что это речь идет не меньше одного процента, а на самом деле скорее меньше одной десятой процента. То же самое относится к раку молочной железы. Наши собственные работы показывают, что если это контрлатеральный рак, вторая опухоль, тогда, наверное, есть определенный резон подобные тесты делать, потому что микросателлитная нестабильность характерна для химиоиндуцированных опухолей. В частности, наша работа показывает, что вторые опухоли молочной железы, могут быть титрогенными, связанными с назначениями противоопухолевой терапии по отношению к первой опухоли. Наверное, тут я какой-то смысл для теста на микросателлитную нестабильность могу найти, а вот просто всем бодрят, больным делать. Наверное, у кого-то найдется такое событие при частоте 1 на 1000 ориентировочно. Можем ли мы себе позволить с такой низкой вероятностью ответа делать тест, который, опять же, его стоимость измеряется тысячами рублей? Честно говоря, наверное, с точки зрения экономики здравоохранения эта манипуляция можно считать сомнительной. Но при этом я хочу обратить ваше внимание на ряд тестов, которые, посмотрите, какое провокационное название, тесты, которые редко используются, но при этом обладают, на мой взгляд, достаточно высокой клинической значимостью. Ну, в частности, здесь остановлюсь на раке легкого. посмотрите, как много тестов на сегодняшний день надо делать при аденок арциномии легкого, правда, надо понимать, что эти тесты, они взаимоисключающие, то есть, если мы нашли одну мутацию, то другие мутации нет резона делать, потому что эти мутации находятся в рецепрогных отношениях. Но на самом деле, что мы имеем? У нас в стране более или менее неплохо налажена диагностика и GFR, более или менее неплохо налажена диагностика ЛК, уже есть определенные сложности с диагностикой РОС, благодаря тому, что есть энтриксиниб в открытом доступе. Я не могу сказать, что диагностика НТРК-1,2 так уж доступна, потому что ее толком никто не покрывает при раке легкого, но все-таки она есть. А вот по зарегистрированному показанию тест на мутацию БИРАФ даже в ОМС не входит при толстой кишке, при меланоме есть, а при легком нету, хотя, казалось бы, это зарегистрированное показание. Транслокацию РЕД вообще никто не делает, хотя на самом-то деле уже есть препараты, например, вандотониб, у которых маленькая, но эффективная есть, и вот-вот появятся другие препараты, клинические испытания есть у больных. Ну и наконец у меня там следующие слайды, я сознательно решил остановиться на активации гена МЕД посредством мутации, потому что вот это как раз тот случай, когда, на мой взгляд, неоправдованное игнорирование подобного теста, несмотря на то, что он не входит ни в регистрационные показания, ни в какие другие. Но посмотрите, если брать реалии, мутации в гене МЕД бывают часто, и что очень важно понимать, что препарат, который является по совместительству МЕД ингибитором, кризотениб, он-то разрабатывался не как алк-ингибитор, где его сейчас применяют, не как роз-ингибитор, а именно как ингибитор мутации в гене МЕД. И уже когда открыли алк-транслокации, то именно тогда сфера использования этого препарата была изменена, и сейчас он большинством специалистов воспринимается как препарат для лечения алк и роз мутированных раков. Это, в общем-то, верно, потому что это и есть регистрационные документы кризотениба. Почему я настаиваю, что этот тест важный? Посмотрите, самое сложное для лечения группа пациентов, которые пожилые, там вероятность обнаружения вот этой мутации МЕД в возрастной группе старшей заметно превышает таковую для стандартного теста. Когда к нам попадают пожилые пациенты, мы стараемся в первую очередь делать тест на мутацию в гении МЕД, а не мутацию в гении АЛК, просто потому, что это реально является более нужным тестом, больше вероятность обнаружения мутации. Ну, на самом-то деле, что говорят клинические результаты? Есть единичные наблюдения, которые показывают эффект, есть уже клинические испытания кризотениба, которые указывают, что этот препарат активен при опухолях легкого с МЕД-мутацией. Ну, надо сейчас понимать, что в принципе, в принципе, сейчас FDA зарегистрировала более новые и более мощные МЕД-ингибиторы. Их два ингибитора зарегистрировано. Эти ингибиторы рано или поздно, будем надеяться, появятся у нас в стране, но-то пока нет никакого зарегистрированного препарата. Я считаю, что это основание для того, чтобы пока нет зарегистрированных препаратов, все-таки почаще стараться сделать мутацию в гении МЕД, тест на мутацию в гении МЕД, по крайней мере, пожилым больным. И если подобная мутация есть и нет других опций для лечения, это основание для того, чтобы рассмотреть возможность использования кризотениба в качестве единственного на сегодняшний день доступного препарата с активностью по отношению к опухолям с мутацией в гении МЕД. Ну, я думаю, что у нас правильнее на самом-то деле сейчас все-таки перейти к заключению, потому что мы немножко уже подходим к тому, что подходим к концу семинара. Я не устал, но просто я думаю, что больше 45 минут трудно воспринимать новую информацию, лучше оставить время на вопросы, поэтому давайте мы сейчас еще раз сделаем резюме, что все-таки когда вы направляете пациента на исследование, вы должны ориентироваться на то, что этот тест будет иметь достаточную клиническую значимость, это говорит о том, что лабораторная процедура, которая она применяется, она адекватная с точки зрения клинической значимости, то, что вероятность найти то или иное событие соизмеряется со стоимостью теста, и то, что этот тест вам действительно нужен. Есть у нас противоположная ситуация, когда речь идет о применении тестов с сомнительной клинической значимостью. Еще раз говорю, что если у вас есть малейшие сомнения, лучше спросить либо по телефону, либо по электронной почте, мы, по крайней мере, пока еще находим силы на то, чтобы контактировать с коллегами и при необходимости нужные разъяснения давать, в этом-то и есть суть трансляционной медицины, потому что речь идет не только об использовании определенных инструментов, но и взаимном обучении. Я очень многому учусь у практикующих онкологов, мне эти беседы очень помогают понять, что из наших манипуляций имеет какую-то значимость, а где эта значимость сомнительная. Также приглашаю не стесняться задавать вопросы вас. Вот этот как раз последний слайд, здесь указана моя электронная почта, здесь указан мой сотовый телефон, мы сейчас сделаем паузу, вы пока подумайте, какие могут быть вопросы, я сейчас отвечу на тот вопрос, который вдогонку появился, он тоже относится к наследственным ракам, а за это время, надеюсь, у нас появятся другие вопросы. Существуют ли данные о том, что наличие наследственных мутаций в гене БРК повышает возникновение соматических мутаций в других генах? Да, существуют. Первое, если у нас БРК-ассоциированная опухоль, и она развивается по каноническому для БРК наследственных раков механизму, то есть благодаря утрате оставшегося аллеля, то такие опухоли, как правило, как правило, характеризуются так называемой микросателлитной нестабильностью. Это говорит о том, что у них резко повышено количество крупных хромосомных перестроек, и это является признаком того, диагностическим признаком, что опухоль будет обладать чувствительностью к сесплатину и к парпингибиторам. Есть и другие нюансы. Например, для БРК-1 ассоциированных опухолей очень характерна мутация в гене П53. Почему? Потому что вообще-то БРК-дефицитная клетка, она не может сохранять жизнеспособность. Если в клетке возникает мутация в гене БРК, то такая клетка совершает суицид, и этот суицид, самоустранение апоптоз, осуществляется посредством белка П53. Соответственно, чтобы БРК-дефицитная клетка выжила, необходимо, чтобы была мутация в гене П53, но, к сожалению, к П53 пока нет каких-то явно заметных лекарственных подходов. Так или иначе, практически все БРК-ассоциированные опухоли молочной железо-яичника имеют мутацию в гене П53. Это на самом-то деле важная информация. Есть и другие опухоли, которые так или иначе, есть и другие особенности мутации, которые так или иначе ассоциированы с БРК-ассоциированными опухолями. То есть, эти опухоли имеют, в общем-то, особенный патогенез. Ну, если брать рак толстой кишки, то там характерна микросателитная нестабильность, когда общее количество соматических мутаций возрастает на два порядка. Я ответил на этот вопрос. Спасибо за внимание. Мы сейчас подождем других вопросов. Большое спасибо за удачный вопрос. Но вот тут как раз самый-то важный вопрос вообще, почему БРК-мутации проявляют органоспецифичность? Ведь, по сути, это репарация ДНК, которая так или иначе присутствует в любой клетке организма. И почему мутации БРК проявляют такую органоспецифичность, на этот вопрос нет достоверного ответа. Здесь, на самом-то деле, очень сложная наблюдательная такая наука, где можно оперировать цифрами, но никаких биологических объяснений нет. Ну, во-первых, что удивительно, если посчитать, если быть педантами, то БРК-мутации, они колоссальным образом увеличивают риск рака яичника и рака молочной железы, я убежден, что также рака желудка, он входит в БРК-ассоциированный синдром. Но есть еще различия между БРК-1 и БРК-2, определенные в отношении органного спектра. Но при этом, если брать точную науку, то выясняется, что для других разновидностей опухолей, саркомы, раки легкого, тоже небольшое есть увеличение риску БРК-носителей. Но что при этом удивительно, если патогенез рака яичника и рака молочной железы предусматривает утрату оставшегося аллеля в гелии БРК, то если мы возьмем другие разновидности рака, то несмотря на то, что в увеличение риска БРК-мутации какой-то вклад вносят, там утраты оставшегося аллеля БРК не наблюдается. Вот это удивительно. Теперь, далее, мы действительно понимаем, что у нас примерно частота рака яичника в популяции полтора процента. Если мы берем БРК-носительниц, то у них индивидуальный риск заболеть раком яичника 40-60 процентов. То есть, ну, примерно, условно скажем, 30-ти кратные боли увеличения риска. И при этом, если мы возьмем пациенток с серозным раком яичника высокой степени злокачности, ограничения, серозной эндометриоидной высокой степени злокачности, каждый третий случай рака яичника связан с БРК-мутацией. И если мы возьмем все раки яичника, каждый пятый случай яичника связан с БРК-мутацией. В отношении рака молочной железы немножко другая статистика. Ну, во-первых, это более частое заболевание. Все-таки на сегодняшний день в странах с ограниченной рождаемостью каждая десятая женщина заболевает раком молочной железы. Далее. Если мы возьмем всех пациенток с раком молочной железы, ну, я написал, там, до 10% приходит на наследственный рак, но на БРК мутации все-таки скорее максимум 7-8%. Получается, что здесь несопоставимо низкие данные по сравнению с яичником. И получается, что у нас сама по себе БРК-мутация, она увеличивает риск рака молочной железы ну, примерно раз в 10-15, с 6-7% до 70-90% эта разница, она все-таки меньше, чем для рака яичника. Надо понимать, что само по себе базовый уровень заболеваемости раком яичника и рака молочной железы различаются существенно. Кроме того, огромное случая рака молочной железы, оно связано с экзотическим образом жизни. То, что женщины долго живут, то, что они не рожают, то, что они склонны к ожирению, и то, что они склонны к западному стилю питания. Может быть, если убрать вот эти факторы, связанные цивилизации, ежегодные роды, обычный вес, недостаток мясной, животной, жирной пищи, то тогда, может быть, вообще вот эти цифры станут более сопоставимыми за счет снижения общей заболеваемости рака молочной железы и за счет преобладания других типов рака молочной железы, в частности, трижды негативного потипа. Для отдельных потипов, трижды негативные рак молочной железы, там уже до 15% приходится на БРК мутации. Если мы возьмем клинические характеристики, молодой рак молочной железы до 10% приходится на БРК мутации, билатеральный рак молочной железы до 10%, то есть вот тут уже цифры становятся, если мы отбираем какие-то отдельные категории пациентов рака молочной железы, здесь статистика становится ближе к раку яичника. Если список характерных мутаций для представителей других национальностей, проживающих на территории славянской и еврейской популяции, на сегодняшний день достоверные данные существуют только для славянской и еврейской популяции, что касается каталога наследственных заболеваний в других национальных группах, которые проживают на территории Российской Федерации, то этот каталог еще предстоит создать. Там нет теста на повторяющиеся мутации, и поэтому у неславянских пациентов нужно делать полный тест, а не тест на повторяющиеся мутации. Я хочу всех поблагодарить за участие в нашем мероприятии. У нас присутствовало 70 человек. Это говорит о том, что большое спасибо за такой большой интерес, большое спасибо за заданные вопросы. Я сознательно задержал слайд со своей контактной информацией в качестве заключительного. Не стесняйтесь, если возникнут какие-то мысли, не стесняйтесь писать или звонить. Спасибо, до свидания, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok